Приветствую вас, дорогие друзья! Рад представить вашему вниманию видео, в котором мы с вами рассмотрим, протестируем и сравним западных и восточных застрельщиков-гвардейцев. Начнем, пожалуй, с западных застрельщиков. Давайте посмотрим, куда нужно качать этот отряд. У нас есть две ветки, верхняя и нижняя. Верхняя нам дает умение двойной бросок, а также различные увеличения дальности во время метания дротика, увеличения урона и точности при метании дротика. Нижняя же ветка, можно сказать, нам дает живучесть, увеличение различных видов защит, увеличение хп, отхил, быстрое восстановление, а также увеличение боезапаса на 30%. Не стоит забывать и о том, что у нас повышается количество солдат в отряде на 4. Я раскачивал этот отряд и в верхнюю ветку, и в нижнюю, поиграл и так, и этак, и для себя определил, что нижняя ветка мне понравилась больше. Почему? Объясняю. Мне не понравилось умение двойной бросок, потому как во время этого броска меткость оставляет желать лучшего. И два раза бросить дротики, и половина из которых, в лучшем случае, половина из которых только попадет, ну это такое. К тому же есть один очень интересный момент. Обратите внимание, эффект. Каждый уровень повышает урон при метании дротиков на 6%, а пойм этот уровень 3 раза, получается, урон должен возрастать на 18%. Тоже получается на деле. Обратите внимание, я метаю дротики этим отрядом, когда он выкачан в верхнюю ветку. Против меня восточная гвардейская коробка. Урон проходит где-то в районе 2700. А кстати, тут стоит отметить то, что урон дротиками, который вы наносите, не прописывается нигде. В информации о отряде прописан урон, который будет наноситься с руки, но не при метании дротика. А теперь мы наблюдаем за уроном, который этот отряд наносит по этой же коробке, но когда он выкачан в верхнюю ветку. От 2600 до 2800. Ну, то есть примерно то же самое. И где эти 18%? Непонятно. Те же сомнения у меня закрались и по поводу эффекта по точности метания дротиков, а также по повышению вероятности критических ударов. Собственно, особо не заметил. Поэтому я и пришел к выводу, что все-таки увеличение количества солдат на 4 от хил, а также увеличение боезапаса на 30% все же важнее. Давайте проговорим про меткость данного отряда, раз уж я здесь затронул тему эффекта точности, который мне показалось не то, что прям не работает совсем, но не дает как такового нормального эффекта. Обратите внимание, когда я метаю дротики по движущемуся герою, я в него вообще не попадаю, от слова совсем. То есть уйти от дротиков в принципе легко. Поэтому если вы пытаетесь убить какого-то вражеского героя, не бросайте дротики просто так, попробуйте его законтролить, уронить, как-то удержать на одном месте и только тогда бросайте. Но и тут вас может постигнуть неудача. Дело в том, что этот отряд не такой уж и меткий и не всегда может уничтожить героя с одного залпа. Обратите внимание, вот я метаю дротики, когда мой отряд раскачан в верхнюю ветку, герой остается живой и обратите внимание, какое количество дротиков пролетело мимо. А вот я метаю дротики отрядом, который раскачан в нижнюю ветку. Ну разницы как по мне фактически никакой. Конечно я не подсчитываю количество дротиков пролетевших мимо, но все равно отряд не убивает героя с одного выстрела. Ну промахиваются, что поделать. Но если метать дротики по вражеским отрядам, то там процент попадания значительно выше. Ну я бы сказал, что там он очень высокий. Поэтому стоит рассматривать данный отряд не как уничтожителей героя, хотя они и могут это делать, но как уничтожителей отрядов. Если вы прокачаете этот отряд по нижней ветке, поставите трактат на увеличение боезапаса на 10%, а также прокачаете увеличение боезапаса за очки отваги, то у вас будет чуть более 5 выстрелов дротиками. Старайтесь отыгрывать за этот отряд именно от метания дротиков. Избегайте ближнего боя с вашими одноклассниками, с отрядами тира 5 и уж тем более с отрядами тира 6. И если когда у вас еще есть боезапас, вы можете сражаться с подобными отрядами, то как только он заканчивается, вы сразу же будете очень быстро погибать от этих отрядов. Вот мы провели тестирование западной застрельщики гвардейцы против обычных мечников-ветеранов, восточных, у которых есть стремительные удары. Естественно без метания дротиков западные застрельщики проиграли. Ближний бой это не их конек, поэтому старайтесь его избегать. Еще раз, если у вас нет боезапаса, быстрее на плюсик пополнять ваш боезапас. Отмечу, что во время тестирования у меня был отряд полностью прокачанный, даже за очки отваги. Переходим к восточным застрельщикам гвардейцам. Здесь в прокачке уже у нас фактически 3 ветки, ну точнее можно сказать тут 2,5. Рекомендации по прокачке. Нижнюю ветку я вам рекомендую не трогать вообще. Там в основном увеличение урона от метания дротиков, пробития блоков и так далее и тому подобное. Увеличение боезапасов, как по мне, это не главное для этого отряда. Увеличивайте, не увеличивайте, все равно он будет бросать 2 раза дротики. Ну может быть там 2,5 вы сможете поднять, но не более. Поэтому мои рекомендации апать этот отряд на урон в ближнем бою, ну или там на защиту. Здесь у нас идет следующим образом прокачка. Доходим по верхней ветке до середины, далее у нас идет все вниз. Здесь открываются достаточно интересные умения. Удар щитом, а также каждый уровень повышает урон от умения удар щитом. Вызывает у врагов кровотечение после удара щитом, а также повышение вероятности нанесения урона удара щитом. То есть этот отряд в ближнем бою начнет орудовать щитом чуть ли не быстрее, чем своим главным оружием, пикой. И урон от этого дела будет очень даже и очень хорошим. Далее у нас еще получится возможность прокачать повышение скорости атаки в ближнем бою и увеличение вероятности нанесения критических ударов. Что как по мне тоже неплохо, хотя на самом деле особо большой разницы я в этом не замечал. Возможно все-таки прокать иногда крит удары почаще, не знаю. И в конце у нас есть повышение вероятности оглушения вражеских героев после атаки солдат. Если, к примеру, мы забросим увеличение вероятности нанесения удара щитом, а прокачаем вот этот вот скилл, то возможно против героя это и поможет. Но я бы вам все-таки не рекомендовал. Потому как этот отряд с героями даже без метания дротиков справляется в принципе хорошо. И все герои, которые сражаются против этого отряда, чаще всего стараются убежать от него, нежели сражаться. Если у них конечно же это получается. Я помню в один момент как-то я сражался этим отрядом против трех героев. И все были там щит-меч, то ли палаш, то ли алибарда. В общем все были в тяжелой броне. И все эти три героя выбрали убегать от этого отряда одновременно, нежели сражаться против него. Они конечно попытались, ничего не получилось и убежали. Поэтому если бы конечно этот скилл был, они бы наносили по вражеским героям еще больше урона. Они бы просто оглушали бы этих героев и те вряд ли бы ушли. Но тогда мы уменьшаем урон по отрядам. А как по мне урон по отрядам это более важная вещь. Что касается урона, который наносит этот отряд по, например, все той же восточной гвардейской коробке, то он чуть-чуть выше, чем у западных застрельщиков. Обратите внимание, урон получается где-то 2900, 800, может быть ближе к 3000. Меткость у этого отряда также получше, чем у западного. Он просто-напросто с одного выстрела убивает героя и фактически все его дротики попадают в цель. С ближним боем у восточных застрельщиков все тоже очень интересно. Они справляются с мечниками-ветеранами, восточными мечниками-ветеранами, даже если те находятся под стремительными ударами, а восточные застрельщики не метают свои дротики. При этом у них еще остается в живых 10 юнитов. Обратите внимание, как часто выпадает кровотечение. Так что, как по мне, выбор, что надо идти в урон, наносимый по отрядам, очевиден. С восточными гвардейскими мечами застрельщики справились еще даже лучше, чем с ветеранскими. Но стоит отмечить, что у гвардейцев нету стремительных ударов и за хонор они прокачаны не были. Очень интересный тест получился в восточных застрельщики против Стражи. В какой-то момент я подумал, что все-таки застрельщики смогут победить Стражу, но нет. Стража победила, осталось 4 юнита, правда все на волосок от смерти. Стоит отметить, что у восточных застрельщиков тогда до фуловой прокачки не хватало еще 2 уровня. Также я не прокачивал этот отряд за очки отваги. Если все это прокачать, то я думаю, что застрельщики с метанием дротиков, конечно же, смогут справиться даже со Стражей. По-моему, Стражу сейчас не пинает лишь ленивый. Ну а теперь давайте сравним характеристики восточных и западных застрельщиков между собой в том варианте, в котором я вам рекомендовал их прокачивать. Чуть-чуть больше ХП у западных застрельщиков, но у них меньше юнитов на 2. 28 у западных, 30 у восточных. Также, кстати говоря, лидерство требуется восточным застрельщикам больше на 10, нежели западным. Скорость движения у восточных застрельщиков на 0.5 больше. У них 5.5, у западных 5.0. И вот что касается боезапаса, я уже говорил, да, западные застрельщики могут делать 5 выстрелов, в то время как восточные только 2 выстрела. Ну, чуть-чуть больше, чем 2 выстрела. Они сделают 2 выстрела, у них еще останется 6 дротиков. Работоспособность не обращаем, потому как не будем мы добывать ими ресурсами, хотя у них она и достаточно большая. По урону. Вот здесь очень интересный момент. Дело в том, что восточные застрельщики наносят все 3 вида урона. Основной урон, который они наносят, это проникающий урон. Естественно, они наносят пикой во время того, как бьют, сражаются с руки. Урон с руки. Здесь не отмечен урон, который будет наноситься во время броска. Не у тех, не у тех. Например, рубящий урон восточные застрельщики наносят, когда бьют щитом. Видели такие у них заостренные штукенции? И вот эти вот штукенции наносят рубящий урон. Ну и дробящий урон, конечно же, во время самого удара щитом. Помимо прочего, они еще накладывают кровотечение. То есть, представляете, фактически, можно сказать, 5 видов урона. Это рубящий, дробящий, проникающий урон от метания дротиков и кровотечение. И это все у восточных дротиков. В то время как у западных у них там основной проникающий урон, урон с руки. И дробящий это урон щитом. В защите тут, в принципе, не такая уж и большая разница. Хотя она в пользу западных застрельщиков. У них немного больше проникающего, рубящего и, соответственно, дробящий защит. Что касается трактатов, то тут, как по мне, все просто. Это увеличение боезапаса на 10%, увеличение урона по героям и по отрядам, а также увеличение проникающего урона. Ну и накидываем сюда пробитие брони проникающими ударами. Эти трактаты можно вставить как на тот отряд, так и на тот. Ну и давайте подведем итоги. Западные застрельщики. Как можно чаще избегайте сражения в ближнем бою. Старайтесь стоять где-то сзади и бросать дротики, своевременно бегая на точку, пополняя боезапас, потом возвращаясь обратно и наносить урон именно этими дротиками. Но тут возникает вопрос. Если так часто приходится бегать к этой точке, чтобы перезаряжать их и бросать урон дротиками, и избегать сражения в ближнем бою, нет, понятно, что какие-то низкоуровневые отряды они там будут неплохо убивать, но таких не так уж и много в бою, да, то спрашивается, зачем нам этот отряд? Может быть, вместо него взять каких-нибудь гвардейских аркибузеров, западных или восточных, это уже на выбор, но, как по мне, они будут наиболее эффективны. Что касается восточных застрельщиков, то тут все очень и очень интересно, как вы заметили. Некоторые могут сказать, что, ой, слишком часто придется бегать на точку, всего два залпа, но... А вы бегаете гвардейскими мечниками на точку? А вы бегаете ветеранскими мечниками на точку за пополнением? Ну, разве что только за отхилом? И все. Представьте, что этот отряд в ближнем бою сражается лучше, чем те два отряда. Фактически, они лучше на данный момент сражаются, чем Железная Стража. Очень эффективно уничтожают героев и очень хороши в ближнем бою. Конечно же, все равно за ними нужно следить, потому как в игре есть продвиженцы, в игре есть конница, а еще и от стрелков они на самом деле очень и очень неплохо защищены. Так как у них есть щиты и построение стена щитов, которые защищают хорошо их от стрелков. Но стоит знать один момент, что в построении стена щитов они фактически не наносят урона по вражеским юнитам. Поэтому, как только вас атакуют в этом построении, сразу же нажимаете кнопочку В, чтобы они переходили в ближний бой. Иначе вас отряд уничтожит фактически без потерь, и вы по сопернику ничего не нанесете. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, я вам помог. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. С вами был Алексей. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok